А вот итальянская мафия контролирует даже свадьбы. В области Калабрия бандиты заставляют выходить замуж 13-летних девочек. Мафиози выбирают себе будущую жену 2 года. Невеста еще может жить у родителей, но в школу ей ходить уже запрещено. И в 15 молодую доставляют в дом бандита. Местные власти ничего не делают. Сейчас таких невест около тысячи. Им даже запрещено общаться со сверстниками. А если девочка, которую выбрал мафиози, начнет с кем-то встречаться, ее обязан убить либо собственный старший брат, либо отец. Иначе мафия уничтожит всю семью. Лайфу удалось пообщаться с одной из таких невест. Моя семья живет на юге Италии, в очень маленьком городке, где все друг друга знают и где все контролирует мафия. У моего отца небольшой магазин. И, как все остальные, он вынужден сотрудничать с мафией и продавать их товары. Так делают все, потому что иначе просто не дадут работать и будут мстить. Мужчина, который собирался на мне жениться, старше на 25 лет. Я ему нравилась, и он решил, что я должна стать его женой. А мне было всего 13 лет. Если бы отец сказал хоть слово «против», это бы плохо для всех нас закончилось. Девушка почти два года оставалась в заперти. Она никуда не выходила из дома и не могла даже общаться с подругами. В 15, когда начались приготовления, она поняла, что так жить не сможет. Поэтому Мариана решила сбежать в другой город. Сейчас она работает в кафе и снимает небольшую квартиру. С родными связаться не может. Ведь если она позвонит или хоть как-то даст о себе знать, их могут убить. По словам девушки, многие ровесницы вышли замуж просто потому, что боялись за свою семью. Мужчина, который выбирает девушку, не обязательно должен быть очень важным мафиози. Даже если он не так богат, все равно может взять любую. Конечно, из хорошей семьи, серьезную, которая воспитана, учится и, на его взгляд, будет хорошей женой. Я знала девушек старше меня, которые не осмелились сказать «нет» и вышли таким образом замуж. Они тоже исчезли из школы, из своих компаний. У них своя, совершенно другая жизнь. В Милане сейчас ведется расследование этих преступлений. Известно, что в Калабрии действует могущественная мафия Андрангетта. Это одна из наиболее крупных преступных организаций мира. Она сотрудничает с властями Италии на самых высоких уровнях. Поэтому у преступников действует целая сеть. Кланы запугивают местных жителей, и те просто не решаются говорить о преступлениях, которые происходят в городах. Вот что рассказал бывший участник мафии. В Калабрии очень сильны старинные традиции. Раньше никто не спрашивал у девушки, за кого она хочет замуж. Многие поступают так и сейчас. Родители настаивают, чтобы девушка выходила за нужного жениха. Ради слияния семьи или расширения бизнеса. Но если она хорошенькая, тогда все пропало. Девушку просто заберут, пригрозив родителям. У нас никто не перечит мафии.